Сегодня мы разберем один из самых главных, с моей точки зрения, вопросов, касающихся партнерского маркетинга. Оптимизации, конверсии партнерских программ. Очень часто, когда конверсия маленькая, все пальцы показывают, что касается ответственности на одного человека, управляющего, того affiliate manager, которого упоминали сегодня раньше, потому что он, вроде бы, должен ей рулить, на самом деле это неправильно. Я твердо убежден, что если и есть ответственность, то она общая, она разделена между партнером, между, партнер должен присылать вам целевой трафик, трафик, который заинтересован в ваших продуктах или в ваших услугах, между управляющим партнерской программой и самим продавцом. Поэтому, куда приходят эти люди, на какие страницы, они вообще могут конвертироваться в максимально возможном образом. И сегодня, для того, чтобы помочь вам в конверсии страниц, которые заточены под партнерский трафик, мы разберем, во-первых, пять распространенных ошибок, которые мешают конверсиям, а во-вторых, рассмотрим пять прикладных методов оптимизации. Будет много картинок, будет интересно. Распространенные ошибки. Итак, первая, самая большая ошибка, которую может совершить бизнес, который ведет партнерскую программу, это управлять партнерами. Свободными маркетерами невозможно управлять. К ним нельзя относиться как к работникам. И мне кажется, что именно вот от этой фразы, affiliate manager, и пошла эта тенденция. Мы думаем, что мы управляем партнерами. Мы не можем ими управлять. Мы управляем affiliate program, партнерской программой, или каналом партнерского маркетинга внутри нашей компании, или нашего маркетингового департамента. Проблема в том, что такой подход управления партнерами часто приводит к тому, что мы относимся к ним как к работникам, и мы мотивируем их угрозами. Пришлите мне пять лидов в следующем месяце, или мы вообще выгоним вас из программы, или хотя бы одну продажу. Это никогда не работает. Еще в конце 90-х годов Александр Хайн писал в книге, что в традиционных, streetwise motivation называется книга, что даже в традиционных контекстах управления это dead-end strategy, тупиковая стратегия. Она не работает, они свободные маркетеры, они скорее выгонят вас, чем вы успеете их деактивировать. Поэтому не управляйте. Во-вторых, понимаете, что они неподопытные кролики. Видите этот анекдот. Подготовим лягушку к эксперименту. Полученную кашицу. Они не любят быть ни лягушкой, ни кроликом, ни кашицей тем более. А очень часто по-английски называется гелик или морская свинка. Это то же самое, что и подобный кролик. Этот оффиле пишет, что я слышу это раз за разом. Мы запустили сайт, мы не хотим вкладываться в него сильно, мы хотим отдать его на рекламу партнера. Пусть партнеры вкладывают свои деньги. Никакой серьезный партнер, если вы только запустились и не можете предоставить им такие метрики, как средний заказ, средняя стоимость заказа, конверсия, EBC или средний заработок по всей программе на 100 кликов не станет даже с вами работать. Так что не относитесь к ним как к подопытным кроликам. Серьезный, даже они начнут работать с вами. В-третьих, понимайте, что партнерская программа это не маркетинговый канал. Вы услышите это на многих конференциях. Люди говорят, канал партнерского маркетинга, может это звучит круто, но это не канал. Это на самом деле маркетинговый контекст, который основан на том самом принципе оплата за действие, CPA, о котором сегодня уже говорилось. То есть он может включать в себя практически все доступные каналы онлайнного маркетинга. Покуда вы платите маркетеру за действие, это партнерский маркетинг. Помните, как у классиков? Утром деньги, вечером стулья. Но тут наоборот. Утром стулья, вечером деньги. Четвертый. Не полагайтесь на автопилот. По-моему, в 2011 году Volkswagen показал нам автомобиль, который может лететь по автобану со скоростью 130 км в час. За баранку не нужно держаться и на педали акселератора не нужно. Так вот, партнерская программа это не Volkswagen, это серьезная маркетинговая компания, которой нужно управлять. Вы доверяете партнерам свой бренд, позаботьтесь о том, чтобы знать, как они вас продвигают. Управляйте этой программой. И в-пятых, находясь на берегах финского залива, как я не могу использовать его в своей презентации. Я обожаю финский залив. Я и моя жена из Петербурга. Мы сюда приезжаем регулярно. Но, как ни прискорбно, именно финский залив имеет две характеристики, которые можно перенести на партнерские программы наших дней. Во-первых, из этой фотографии вы не видите того, что знают люди, которые проживают в Петербурге или в окрестностях, что зайдя на 100 метров финский залив, вы, ну дай Бог, чтобы до колена было по глубине. И вот это характеризует первую вещь, которую я хочу упретить в партнерских программах. Не будьте мелкими в отношениях с партнерами. Михаил говорил о том, что мы должны ценить индивидуальные отношения с партнерами и строить глубокие отношения с ними. Не будьте мелкими в стратегии своей маркетинговой, которая не рассматривает так серьезную партнерскую программу, как она должна бы ее рассматривать. И во-вторых, как рыбак, я могу вас заверить, в Финском заливе люди ловят плотву, окуня, если повезет судака. Это пресноводные рыбы. В Финском заливе является частью Балтийского моря, но в нем отсутствует одна из основных характеристик морской воды. Он практически пресный. И вы не будете пресными в своей партнерской программе, в том, как вы мотивируете или не мотивируете партнеров, в том, что вы пишете им в имейлах и какие акции вы предлагаете им продвигать, для того, чтобы достичь этой конверсии. А теперь пять методов оптимизации. Во-первых, выделенные целевые страницы. Мы проанализировали 50 случайно выбранных рекламодателей, у которых есть партнерские программы. Все они из топовых 500 по списку Internet Retailer. И все они были выбраны из крупнейших партнерских сетей США, Commission Junction, Lenture и Google Affiliate Network, которые, к сожалению, скоро прекратят свое существование. Но этот анализ, когда мы анализировали конкретные компании, которые продвигают партнеры, показал, что только в 26% случаев эти конкретные баннеры и ленки ведут на конкретные, выделенные под эти компании страницы. А в большинстве, в 74% случаев, они ведут на главную страницу, на которой волновещие, которые не способствуют конверсии. Они отвлекают человека от того, на что он отвечает, от того, на что он реагирует. Хотя специализированные, выделенные страницы, привязанные конкретным компаниям, являются естественным, эффективным методом повышения конверсии. Вот пример. Мы как-то имели партнера, у которого конверсия была 0,86%. Мы рассмотрели, почему она так низкая, довольно низкая для партнерского маркетинга, где в среднем в Америке конверсия достигает 2-3% в хороших случаях, 4-5%. Но только применив вот этот простой метод, удостоверившись в том, что конкретный трафик идет на конкретные страницы, где есть правильный призыв к действию, где есть описание того, что было написано на этом бане, или в ссылке, мы увеличили конверсию почти до 2,5% и на меньшем количестве кликов в 2,102 вместо 4,81 клики мы получили 52 продажи больше, чем раньше, чем 35, которые были на 4,000. И EPC, Дометрика обозначает средний заработок партнера на 100 кликов в призывах в программу. EPC увеличился в 4 раза. Партнеры были счастливы, клиент был счастлив, он получил больше продаж. Мы, наше агентство, которое компенсируется частично основываясь на действия и тоже, тоже были счастливы. Пример номер один. Прекрасный баннер, это известный магазин, который физический магазин имеется в Соединенных Штатах, PowerZone. Они предлагают бесплатную пересылку на всех заказах от 100 долларов и больше. Призыв к действию, CD, L, нажимаем, попадаем на главную страницу. И тут же что вы видите? Ну вот я вижу, с экономией 20 долларов, ну и когда потратишь 100. Там какие-то еще, я вижу, free guides, бесплатные инструкции к применению. Какая-то show it off America contest. И только вы видите в самом низу, я даже не уверен, что это above the fold, что это вообще попадает в экран. Мы видим этот free shipping. Вы здесь плохо видите, но здесь еще написано от 75 долларов. Это отдельная проблема. Но не делайте так. Вот лучший пример. Logitech в Соединенных Королевствах тоже имеет партнерскую программу и предлагает тоже free shipping. Это текстовая ссылка на партнерской сети Commission Junction. И куда он ведет? На выделенную целевую страницу, на которой ясно написано все заказы больше 39 фунтов стерлингов. Не важно, там даже написано один товар или много товаров. Высылаются бесплатно. Следуйте этому примеру. Кто-то знает, что это за место. Это Англия, как вы, наверное, видите. И это красивый газон. И это Кембридж. Кембриджский университет Trinney College, который входит в состав Кембриджского университета. Но я показываю вам эту картину и потому, что обожаю красивые газоны и люблю Англию. И потому, что принц Чарльз учился в этом колледже или потому, что я учился в Кембридже. А потому, что из этого колледжа в сталинские времена, в 30-е годы, были завербованы 5 людей. 5 британских отданных, которые шпионили для Советского Союза. И были они позже известны как Кембриджская пятерка или Кембридж файл. Конкурентная разведка. Второй метод оптимизации, который я вам предлагаю. Шпионьте за своими конкурентами, у которых особенно есть партнерские программы. И анализируйте условия их программ, выплаты, есть ли многоуровневые какие-то выплаты, есть ли бонусы, о которых сегодня говорилось, сколько длится Куки Лайф, тот период, в течение которого после последнего клика на линк-партнера он может получить комиссию. Когда эта комиссия на его счету замораживается, когда он может ее получить. Станьте их аффилиатом. Я мог бы здесь использовать используемое в этой странице слово партнером, но это было бы глупо. Станьте их аффилиатом. Станьте их партнером, в смысле affiliate marketing, и тогда улучшите доступ к фидам, баннерам, инструментам, которые они предлагают, рассылкам. анализируйте их, также дружите с ними в фейсбуке, в контакте, следите за ними в twitter, но когда вы делаете все это, помните, как писала Сиена Шарп, что основной целью конкурентной разведки является to learn and to act. Изучить, получить данные и действовать на их основе, а не просто собрать информацию, разработать данные, отдать их начальнику, предложите решение, предложите, как вы можете стать лучше. В-третьих, попробуйте проэкспериментировать с совместным брендингом, с ключевыми аффилетами. Это очень помогает. Крупнейшая в Европе партнерская сеть affiliate window, которая также сейчас часть сети Xinox, говорит, что они видят увеличение конверсии от 3 до 4 раз, когда совместный брендинг на месте. Record and Linkshare, одна из крупнейших сетей вообще в мире, говорит, что при внедрении совместного брендинга они зарегистрировали увеличение конверсии на 66,5%, почти 44% увеличение в сумме полученных денег от продаж через affiliate и на 132% разница в полученных новых покупателях, то, чего мы все хотим. Вот пример совместного брендинга. Служба доставки часов приветствует трафик, который пришел от affiliate RetailMeNot и говорит, приветствуем вас RetailMeNot customers, ваша скидка в 20% уже активна. Второй пример, продавец бытовой техники, тут говорили, что холодильники не продаются через интернет, в Америке они продаются и вот они приветствуют трафик, который пришел через купон и таким же образом как и продавец доставки цветов. 3C это не S, а C, потому что дальше там у меня пункты по-английски, но с переводом. 3C партнерского ко-брендинга. Чего вы пытаетесь достичь через это? Во-первых, connect или обеспечьте связь. Используйте логотип партнера на вашем сайте, используйте текст, соответствующий приветствующий, этот трафик, как трафик, который пришел через affiliate и цветовую гамму. Во-вторых, convince. Убедите специальным предложением, чувством срочности, поставьте часики, разместите, что скутка и прекратите действовать через 5 минут, 5, 59 секунд и так далее. И в-третьих, конвертируйте, автоматически применив эту скитку в теле, как служба доставки цветов FTB делает, призвав к действию. Вот пример. Один из крупнейших продавцов софта, программного обеспечения, это румынский сайт, на самом деле, хотел работать на весь мир, это партнер, работал с одним из моих клиентов, Arxon. И увидев, что у них конверсия достаточно хорошая, но зная, что капрендинг всегда повышает конверсию, мы создали для них с их согласия страничку, которая была абсолютно капрендирована с их. и когда конечный пользователь кликал на ссылку down, он видел сайт моего клиента. Вы видели, что мы использовали их логотип, их цветовую гамму, мы приветствовали их как customers, которые пришли через софтпиле, мы говорили им о 30% скидки и имели призыв к действию на этой странице. Четвертый из пяти списки бестселлеров. Мне не важно, что вы продаете, это могут быть номера гостиничные в Лас-Вегасе, у вас есть топовый список 10, это может быть конкретная категория женского нижнего белья, это могут быть книги, мужчины я знаю, трудно смотреть на книги после предыдущего слайда, но мне нужно как-то поддерживать вас не спящими. Неважно, что вы продаете. Списки бестселлеров это инструменты. И оснастите им партнеров своих через рассылку, через баннеры, через виджеты, которые динамично будут обновляться с вашей стороны управляющим партнерской программой и если это делать в вашем случае сеть, то сетью. Вот какой там пример? Продавец пижамы и тапочек. У них тоже есть разные категории. Это женские бестселлеры. Вы видите закладочку выше, там дальше мэнс бестселлеры. Бестселлеры в разделе мужские товары. Потом girls девочки, потом boys мальчики и потом купоны в отдельные вкладки. Когда они меняют это со своей стороны, этот виджет меняет содержание со стороны на всех партнерских сайтах, на которых он размещен. В конце концов, ты уже говоришь сегодня много о целевой аудитории, демографические данные это та информация, которой вы владеете, а ваши аффилеицы, ваши партнеры не владеют часто. И известный супер аффилеи партнер, который может действительно принести много продаж, неважно какова ниша, пишет в своем блоге, что чтобы преуспеть партнер, как аффилеи маркера, жизненно необходимо четко представлять себя в свою целевую аудиторию. Предоставьте им эту информацию уже на страничке, где вы описываете свою программу, чтобы они знали, они могут вообще с вами работать или нет, они могут привести им продажи, лиды, подписки. И в приветствии, в approval email, когда вы приветствуете и в программу, тоже подчеркните эту информацию, обеспечьте их основными данными, пол, возраст, доход, любыми деталями, которые могут быть важны для того, чтобы продвигать ваш бизнес, семейное положение, дети, религия, интересы и географические данные. Если вы не рассылаете холодильники нигде, кроме как в Петербурге, так дайте знать это своим партнерам, чтобы они не продвигали вас в Москве. Место заключения хочу сказать вам, что дефицитов в паркетах нет. И вас будут выбирать, и они свободные маркетеры, и вам нужно выделяться на общем рынке для того, чтобы выбрали именно вас, и вам нужно также постоянно мотивировать, чтобы они не ушли от вас. Последняя история. Хлопковая боли. Узбекистан. В середине 20 века в советском Узбекистане, когда в разгаре была хлопковая компания, люди просили от работы, те, которые работали в полях, они просили больше грузовиков. Не для того, чтобы вывозить хлопок или подвозить людей, а для того, чтобы на эти грузовики расставить спикеры, динамики, расставить их вокруг поля, где они работали, они постепенно передвигались по мере продвижения этих работников, и через эти динамики играла музыка, молитва, которая мотивировала работников в поле к работе. И те, кто управлял, они замечали, что когда музыка останавливалась, тогда и продуктивность падала. Подобным образом партнеры являются нашими работниками в полях, и мы должны мотивировать их на их языке. Вот узбеков надо было мотивировать так, предоставляя необходимые им инструменты, а не те, которые мы думаем, они смогут использовать. Прислушайтесь к тому, что они говорят и что им нужно. И в конце концов используем все возможные каналы от социальных медиа, описания программы до приветствия в программу регулярных рассылок. Все, спасибо за внимание. Я знаю, мы уже... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...